Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Здравствуйте! Сегодня, как всегда, будет много интересного, так что оставайтесь с нами, не переключайтесь. Итак, вы увидите сегодня в программе. ЖКХ и благоустройство. Об изменениях в этих сферах жизнедеятельности в 2022 году рассказал глава округа Андрей Иванов в своем ежегодном отчете. Отчеты о работе и бюджет. Очередное заседание Одинцовского совета депутатов прошло в окружной администрации. Личный прием депутата. Дмитрий Голубков встретился с жителями Звенигорода в общественной приемной местного отделения «Единой России». Возможности дополнительного образования. Как работают муниципальные учреждения в Одинцовском округе в материале нашего корреспондента. Сегодня четверг, 29 июня. В этот день, в 1613 году, во время премьеры пьесы Генрих VIII, случился пожар в лондонском театре «Глобус», который был одним из культурных центров Англии того времени. На его сцене, кроме творения Шекспира, ставились пьесы и других выдающихся драматургов эпохи Возрождения. Но 29 июня искра от сценического выстрела попала в соломенную крышу над частью сцены. Обошлось без жертв, но вот здание сгорело полностью. Правда, уже через год театр восстановили, сделав его из камня. Какими еще интересными и значимыми событиями запомнилось 29 июня в нашей рубрике. 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля фрегата «Орел», который построили по государственному заказу и на государственные средства. Это было трехмачтовое судно, водоизмещением порядка 250 тонн, вооруженное 22 пушками, предназначенное для охраны русских торговых судов в Каспийском море. В России «Орел» считается первым парусным кораблем западноевропейского типа, представляя собой разновидность голландского парусно-гребного судна «Пинаса». В 1964 году в этот день был создан первый телевизионный пульт дистанционного управления. Новатором считается американский изобретатель Роберт Адлер. Пульт получил название «Лентяй» и позволял включать и выключать телевизор, а также переключать каналы. Он представлял собой выносную панель управления, соединенную многожильным кабелем с приемником. Нажатие кнопки на пульте замыкало цепь питания исполнительного элемента. Подобная схема содержала довольно громоздкую электронную часть, и при этом пользователь был привязан электрическим кабелем определенной длины к аппарату. На своем изобретении Адлер заработал всего один доллар. Ежегодно 29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. В 2009 году праздник был включен в список памятных дат и получил официальный статус. В этот день по всей России проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага. Кроме того, сегодня отмечают День кораблестроителя, День учреждения Нобелевской премии, Международный день тропиков, День поиска вкладов и секретов, Международный день промышленного дизайна, День фотоаппарата и Праздник объятий. 29 июня 1849 года родился российский государственный деятель граф Сергей Витте. Главным его достижением считают проведение денежной реформы. Также среди его заслуг ускорение строительства Великой Транссибирской железнодорожной магистрали и выступление за разрешение выхода крестьян из деревенской общины. Также в этот день, в 1900 году, родился французский писатель и летчик, автор аллегорической повести-сказки «Маленький принц» Антуан де Сен-Экзюпери. А в 1925-м американская актриса, звезда Голливуда Кара Уильямс. Свой день рождения сегодня отмечает заслуженная артистка России Ольга Машная и американский актер, продюсер и композитор Гэри Бьюзи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К вопросу благоустройства в округе подошли со всей ответственностью. Масштабные работы проводили практически повсеместно. Так, к 870-летию Звенигорода привели в порядок исторический центр, преобразили территорию Савино-Сторожевского монастыря. Все работы старались вести максимально бережно, чтобы сохранить уникальный исторический облик города, потому что богатство Звенигорода в его колоссальном наследии. Здесь буквально каждый метр дышит историей. В Кубинке облагородили площадь у памятника Павшим за Родину. В Больших Веземах возле музея-заповедника Пушкина благоустроили сквер. Сделали комфортную зону отдыха на набережной в живописной бухте. Изменения коснулись и дворовых территорий. Благодаря программе губернатора установили 7 новых детских игровых площадок. И благоустройство продолжается. Обязательно будем проводить благоустройство во дворах. Эта программа работает каждый год, в том числе на удаленных территориях. Отремонтируем и модернизируем 37 детских и спортивных площадок. А также поставим 9 новых игровых комплексов по программе губернатора. Значительные изменения произошли и в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В 2022 году заменили более 7 тысяч метров тепловых сетей и почти 1300 метров сетей водоснабжения. Ремонт и реконструкцию очистных сооружений проводили на территории Звенигорода и поселке Горки-10. Напорный коллектор и обновленная канализационно-насосная станция появились в селе Успенское. Уникальная КНС в деревне Раздоры, а станция очистки сточных вод в селе Веденское. Благодаря проделанной работе качественными услугами водоснабжения и водоотведения дополнительно обеспечено 60 тысяч жителей округа. По организации капитального ремонта домов и подъездов наш округ в прошлом году также стал лучшим в Московской области. Кроме того, мы лучшие и по внедрению нового стандарта контейнерных площадок по мусору. Все площадки округа соответствуют новым стандартам и новым требованиям. Одним из наиболее важных направлений остается реализация программы социальной газификации. В 2022 году догазифицировано 112 населенных пунктов Одинцовского округа. Обеспечена возможность подключения к 4,5 тысячам участков, а 857 семей стали обладателями голубого топлива в домах. Построено почти 80 километров уличной газовой сети. Тема газификации, которая является президентским проектом, которая поддержана и возведена в особую степень губернатором Московской области Андреевичем Воробьевым, тема социальной газификации сильно прогрессирует в Одинцовском городском округе. Много новых подключений, много новых абонентов. Предстоит еще проделать большой объем работы, потому что социальная газификация была продлена на неограниченный период действия. Поэтому газовикам есть что делать, есть чем позаниматься. Елена Краева, Станислав Трифонов, Илья Павлов. Телекомпания Одинцова. В здании администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов Одинцовского округа. Основными вопросами повестки стали рассмотрение ежегодного отчета главы муниципалитета, результаты работы контрольно-счетной палаты и бюджет на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Подробности в нашем репортаже. Участники очередного заседания окружного совета депутатов смогли оценить работу, проделанную командой главы муниципалитета Андрея Иванова по итогам 2022 года. В целом оценка была положительной и большинством голосов депутата признали отчет главы, с которым он выступил перед жителями, удовлетворительным. Также в ходе заседания отчиталась о своей деятельности в прошлом году и окружная контрольно-счетная палата. По итогам работы за 2022 год КСП Одинцовского городского округа занимает первое место. Это пятый год подряд. Уже второй год Одинцовский округ занимает и лидирующие позиции по управлению муниципальными финансами. О бюджете Одинцовского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов рассказал начальник финансово-казначейского управления окружной администрации Людмила Тарасова. Настоящим проектом решения предусмотрено увеличение доходов бюджета на 2 млрд 319 млн рублей. Это связано в основном с предоставлением безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 2 млрд 316 млн рублей. Иные безвозмездные поступления увеличены на 43 млн рублей, налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 40 млн рублей. В перечень рассмотренных в ходе заседания вопросов также вошли темы строительства социальных объектов на территории Одинцовского округа, изменения правил благоустройства, в частности выголо домашних животных и борьбы с борщевиком Сосновского. Повестку дня Одинцовские депутаты поддержали большинством голосов. Дмитрий Потапкин, Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. К новостям региона. Еще одна услуга стала удобнее для жителей Подмосковья. Оформить путевку на санаторно-курортное лечение можно электронно и не выходя из дома. Гражданам больше не нужно прикреплять медицинскую справку. Это происходит автоматически. Вся необходимая информация поступает из медицинских организаций Московской области. Ежегодно этой услугой пользуются более 50 тысяч жителей. Подать заявление на обеспечение бесплатной путевкой в санаторий можно на региональном портале госуслуг. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. С мая этого года в Подмосковье приступили к самообследованию имущества, находящегося в собственности или пользовании муниципалитетов. Такая работа проводится с целью вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот. В процессе фиксируются неиспользуемые здания, помещения, земля. Все то, что простаивает и не приносит ни социальной, ни экономической пользы. За это время из обследуемых 1200 земельных участков выявлено 198 неиспользуемых. Из 2329 объектов капитального строительства – 551. На Московской областной станции скорой медицинской помощи работает кардиопульт. Бригады во время выезда могут передавать ЭКГ-пациента врачу-кардиологу. Специалист дистанционно расшифровывает ее, дает оценку состоянию больного и на основании полученной информации бригада принимает решение о его госпитализации. Такая оперативность важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. За время работы кардиопульта врачи-кардиологи провели почти 531,5 тысячу консультаций. Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль» приглашает 1 июля с часу дня до 8 вечера посетить 8-й литературно-этнографический фестиваль «Лепец в Даровом» в музее-усадьбе Федора Михайловича Достоевского. Для посетителей подготовили насыщенную программу. В ремесленных мастерских реконструкторы научат обращаться с глиной, плести из лыка и лозы, ковать, ткать на историческом ткацком станке. Партнеры фестиваля поделятся рецепторами середины XIX века и расскажут о традициях чаепития на открытом воздухе, откроют секреты приготовления варенья и угостят липовым медом. В общественной приемной регионального отделения партии «Единая Россия» в Звенигороде Дмитрий Голубков встретился с местными жителями. Обращение многодетных мам по вопросам жилищного характера и здоровья детей взял на личный контроль. С подробностями Полина Бахова. Непростая жизненная ситуация привела жительницу Звенигорода на личный прием к депутатам Мособлдумы Дмитрию Голубкову. Пожар у соседей лишил многодетную семью крова. Дом был деревянный, восстановлению уже не подлежит. Он барачил типа, разделил на четыре части. Мы в 2006 году приоритетизировали две квартиры, а в этой квартире муниципалитет. И когда произошел пожар, вгорел весь дом, вгорела нормальная крыша. Сейчас жилье приходится снимать. Для семьи это накладно. Но в ситуации можно разобраться, заверил депутат, как и в вопросе других заявителей. Заболевание ребенка привело девочку к полному облысению. Ее здоровье контролируют врачи. А вот покупать парики стоят немалых денег, говорит мама. Сначала покупали парик 30 тысяч, потом в следующем уже 60. Теперь все ушли от производителей. Теперь только русские волосы, они более дорогие. Соответственно, стало все намного дороже. Она в принципе комплексов, работают психологи в центре. Комплексов таких нет, уже спокойно к этому относятся. Девочка занимается гимнастикой и ведет активный образ жизни. Лично ей депутат дал позитивный совет. Вообще, на самом деле, недостатки, такие небольшие, они наоборот силы придают. И наоборот, они дают различительные особенности от остальных. Это твоя сила. Записаться на личный прием к депутату от «Единой России» Дмитрию Голубкову можно по телефону 8-915-351-17-21. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». К новостям столичного региона. Краснокнижного жука Майку Фиолетовую заметили в Москве впервые за 15 лет. Ее появление зафиксировали в комплексном заказнике «Зеленоградский». Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Специалисты попросили москвичей не трогать жуков, поскольку те очень хрупкие. Кроме того, при опасности они выделяют ядовитую жидкость, которая может обжечь кожу. Ну а что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. В столице определили победителя конкурса «Московские мастера среди библиотекарей». В этом году на конкурс прислали 35 заявок из 11 объединений культурных центров, административных округов и одной самостоятельной библиотеки. Победитель получил денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Участники продемонстрировали знания книжной индустрии, кодекса профессиональной этики, основ библиотечного дела и законодательства. Модели старшего поколения пройдут по московскому подиуму на модном показе «Стиль мегаполиса». Творческие клубы центров представят показ дизайнерской коллекции, основной темой которой станет «Стиль мегаполисов разных времен». Программа включает также мастер-классы по стилю, дизайну и творчеству. В московском зоопарке в конце июня у пары Капибар, Кузьмы и Малой родились трое детенышей. Отец семейства Кузьма очень активно проявляет себя, защищая детей, говорит директор зоопарка. Малыши быстро встают на ноги, крепнут и начинают есть твердую пищу. Но основным остается молоко матери. Пол малышей можно будет определить только через 2-3 месяца. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите Возможности дополнительного образования. Как работают муниципальные учреждения в Одинцовском округе в материале нашего корреспондента. Покорить Элибрус на лыжах. Варвара Прохорова из Одинцова стала первой в мире, кому удалось покорить Кавказскую вершину таким необычным способом. Наряду с основным образованием у каждого ребенка должна быть возможность получать полноценное дополнительное обучение. Школы искусств, секции, кружки обязаны работать эффективно, интересно, умно. Резюмировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об организации творческих объединений в нашем округе в сюжете нашего корреспондента. Вопрос по эффективному использованию объектов, которыми управляет правительство Московской области, губернатор Андрей Воробьев взял на личный контроль. По его словам, учреждения культуры непременно должны работать в полную силу и по нужному назначению. Тема, которая обращает на себя внимание – все, что связано с дополнительным образованием для наших детей. У нас порядка тысячи объектов культуры. Считаю, что все, чем мы управляем, должно работать на жителя, для жителя. Должно работать интересно, эффективно, умно. В Одинцовском округе к сфере культуры относятся 102 организации, в том числе 49 библиотек и 39 учреждений клубного типа. В них занимаются дети по всем видам деятельности – музыка, хореография, художественная и другие творческие направления. Самым новым и ультрасовременным культурно-досуговым центром стал открывшийся год назад Дом культуры в Горках-десятых. Дом культуры – это такая большая важная часть нашей жизни горковской. Он стоит в центре, он большой, красивый. Является точкой притяжения для всех-всех людей, которые сюда приходят. Это взрослых и детей, людей старшего поколения. И очень хотелось бы, чтобы он таким и оставался. Театральная студия, современный и классический танец, рукоделие и другие кружки и секции уже ведут запись на будущий год. Кроме этого, здесь проводятся различные спортивные занятия. Несмотря что мы культура, тем не менее мы стали обладателем такого прекрасного спортивного зала, в котором проводим занятия по волейболу, по футболу и по баскетболу. Также у нас по договору социального партнерства со спортивной школой Горки-десятых проходят занятия по каратэ. Сегодня число посетителей ДК уже превысило 10 тысяч человек. Провести работу по повышению эффективности клубных учреждений культуры своим профильным замом поручил глава округа Андрей Иванов. Мы должны провести обучение руководителей. Мы должны изучить и внедрить лучшие практики Московской области. Мы должны открыть новые направления кружковой работы, такие как студии изо, вокалы, хореографии, какого-то технического творчества, фотографии. В этом году продолжится ремонт и усовершенствование внутреннего наполнения и других учреждений культуры округа. В частности, Детская школа искусств «Классика», Одинцовская музыкальная школа «Центра культуры» и «Досуга» в Кубинке. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». И к новостям нашей страны. Правительство Российской Федерации внесло в Нижнюю палату парламента законопроект об отмене НДС для туроператоров при продаже путевок по России. Данное освобождение будет применяться на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027. Принятие законопроекта приведет к снижению налоговой нагрузки на организации, осуществляющие туроператорскую деятельность, что создаст условия для снижения стоимости реализуемого ими туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма. Ну а другие новости России смотрим в нашей рубрике. В Преамурье спасатели нашли живым 10-летнего мальчика, пропавшего в тайге. О пропаже стало известно в среду, 28 июня. 70 человек и 18 единиц спецтехники, в том числе беспилотники, квадроциклы и плавсредства, были брошены на поиски. Также привлекли самолет МЧС и частный борт. За помощью обратился отец. По его словам, они вместе отправились на охоту, мальчик отошел в лес и потерялся. Сейчас с ребенком все в порядке. В России разработали запускающийся из переносного тубуса дрон-камикадзе самолетного типа. В настоящее время ведутся работы и опытное производство. Боец сможет использовать одноразовый пусковой тубус, как гранатомет, и осуществлять запуск дрона изнутри здания. Аппарат будет отстреливаться без видимого дыма, вылетать на определенные расстояния и выполнять полетные задания. В России предложили увеличить срок обучения школьных учителей в вузах с 4 до 5-6 лет. Изменения коснутся высших учебных заведений, участвующих в пилотном проекте по переходу от баллонской системы к трехуровневой системе профессионального высшего образования. Четырехлетний срок обучения подразумевается для педагогов дошкольного образования. Пять лет нужно обучаться учителям иностранных языков. Покорить Эльбрус под силу только смелым, сильным и выносливым. А взобраться туда на лыжах еще не удавалось никому, кроме спортсменки из Одинцова. Варвара Прохорова стала первой в мире, кому удалось покорить Кавказскую вершину высотой более 5,5 тысяч метров. Таким необычным способом. Своими впечатлениями и опытом она поделилась с нашей съемочной группой. А вы знаете, что на лыжах можно гонять не только зимой, но и даже летом. В любое время года ежедневно чемпионка России по лыжероллерам и ски-альпинизму наша землячка, лыжница Варвара Прохорова, тренируется в любимом Одинцовском парке. В 2018-м совершила восхождение на Эльбрус. С этого времени появилась заветная мечта покорить на лыжах самую большую высоту. В последние сезоны я каждый раз весной пыталась это сделать и пыталась совместить все факторы, которые для этого необходимы. Это чтобы мне могли немного помочь, чтобы совпала погода, чтобы у меня не было в это время сборов и соревнований. И вот, наконец, в этом году удалось все совместить и все получилось. Опыт восхождения у спортсменки большой, тропы Эльбруса изучены досконально. Но дойти до высоты 5 642 метра на лыжах еще никому в мире не удавалось. Разряженный воздух, нехватка кислорода, узкая тропа. Чуть ниже на пути подстраховывал напарник. Во-первых, мы стартовали с высоты 3700, а примерно с высоты 4700 уже стало очень трудно, потому что уклон с того места стал очень крутым. Подготовленная трасса на этом абсолютно закончилась. И также было довольно палящее солнце, и поэтому самочувствие постепенно ухудшалось. Восхождение заняло чуть больше 9 часов. На всем протяжении ребята вели видеосъемку. И теперь Варвара может попасть в книгу рекордов Гиннеса. Но главный рекорд – победа над собой, признается спортсменка. Ой, ну это была какая-то невероятная радость и в чем-то облегчение, потому что я все это время находилась в небольшом напряжении, потому что я думала, получится или не получится, как я пройду сложные участки. И, конечно же, просто это было счастье. Впереди у девушки, без сомнения, новые рекорды. Следующая цель – совершить восхождение по еще более сложному маршруту Эльбруса. Полина Бахова, телекомпания Одинцова. И к мировым новостям. На аукционе в Германии продали картину Пабло Пикассо «Бюста женщины». Покупателем оказался гражданин Швейцарии. Он отдал за лот более 3 миллионов евро, в то время как оценочная стоимость произведения искусства была почти на миллион евро ниже. Художник написал полотно в 1971 году. По мнению искусствоведов, на картине изображена вторая супруга живописца Жаклин Рок. Что еще интересного происходит в мире, узнаем прямо сейчас. В японском городе Аако установили специальные автоматы, которые будут предлагать бесплатную еду и воду в случае землетрясения или тайфуна. Автоматы с напитками и продуктами питания поставили возле зданий, отведенных под эвакуационные убежища. Машина автоматически разблокируется в случае предупреждения о сильном дожде или приказа об эвакуации после землетрясения силой 5 баллов или выше. В будущем планируется поставить такие автоматы по всей территории страны. Знаменитый дом-волна, ранее принадлежавший британскому музыканту Роду Стюарту, выставлен на продажу за 49,5 миллионов долларов. Дом, похожий на гигантскую волну, расположен на берегу океана в Малибу. Вейвхаус был спроектирован в 1950-х годах знаменитым американским архитектором Гэри Гесснером и по сей день считается одним из самых узнаваемых домов на Калифорнийском побережье. Благодаря своему уникальному дизайну и пленительной атмосфере, Вейвхаус внушает благоговение и одновременно вызывает чувство расслабленности. В Индии побили мировой рекорд по массовому бракосочетанию. Одновременно узами брака себя связали 2143 пары. Церемония прошла в городе Барен в штате Раджистан. Рекорд попал в книгу рекордов Гиннеса. Бракосочетание длилось менее шести часов, в нем участвовали как индуистские пары, так и молодожены, которые исповедуют ислам. Мероприятие завершилось грандиозным банкетом с участием тысяч гостей. Каждую пару ждал набор подарков – украшения для невесты, набор с постельным бельем, кухонная утварь, холодильник, телевизор и другие предметы бытовой техники. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурный и дождливый день. Температура воздуха днем – 17-19 градусов тепла, ночью – около плюс 13. Ветер южный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное – 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 67%. Геомагнитное поле – спокойное. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в наших информационных выпусках. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале «Про округ». С новостями молодежной редакции, конечно же, можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. Мы желаем вам всего самого доброго, естественно, отличного рабочего дня и, конечно же, хорошего вечера. До свидания. До свидания.